Приморье вошло в состав Российской империи в 1861 году после подписания Пекинского договора. С тех пор административное отделение происходило несколько раз. Как менялись названия, состав, размер можно рассмотреть на баннере у городского музея. Здесь открылась выставка «Приморский край в картах». И вот как раз на этом баннере я попытался вкратце изложить всю его историю. Конечно, карт очень много, всех их поместить нельзя, но я взял, собственно, ключевые карты, когда Приморье уже стало входить в состав Российской империи, когда оно стало отдельным регионов. Ну и, собственно, ту историю, когда его разбили уже и получился Приморский край. От нарисованных карт к другим элементам выставки – историческим предметам из глины, металла. Здесь и наконечники, стрелы, копии из каменного века, пряслицы середины первого тысячелетия, напильники эпохи государства Чурджений, пряжки ремней 800-летнего возраста. Все эти артефакты разных времён были обнаружены на территории нашего города, который стал одним из первых населённых пунктов Приморского края. С самого начала своего существования наш город, когда он был селом Никольским, городом Никольск-Уссурийским, городом Ворошиловым и, наконец, стал Уссурийским, имел огромное значение в жизни края, потому что он в себе аккумулировал огромное количество различных направлений – и сельское хозяйство, и производство, тут же военные, развивалась культура и так далее, и так далее. Благодаря Музею истории Дальнего Востока имени Арсеньева в нашем городском удалось собрать уникальную коллекцию архивных фотокарточек из жизни уссурийска. Увидеть кадры из прошлого своей малой родины можно по адресу Краснознамённая, 80. А выставка «Приморский край в картах» открыта до 30 октября. В субботу, 21 числа, рассмотреть баннер и осколки материальной культуры можно и на Центральной площади. Полина Мельниченко, Роман Адонин, Телемикс.